Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про патч 1.11.1. Видимо у разработчиков завалялась куча единичек и они все всунули в один патч. Вы наверное подумаете к чему эта вставка не до шутки, ведь мы же сейчас будем разговаривать про патч и лучше вставить что-нибудь полезное. Но про содержание патча я вам могу рассказать буквально за пару минут, а видео у нас длится минут 6. Поэтому я хочу вас поблагодарить за поздравления новогодние, за поздравления с днем рождения, которое было у меня вчера 5 января. Огромное количество людей поздравило, спасибо вам большое. Вас также с новым годом, он уже начался и все зависит от вас будет ли он хорошим для вас или не очень. Поэтому старайтесь чтобы он для вас был хороший, а я пожелаю вам здоровья, чтобы вы могли реализовать все что запланировали на этот год. Еще раз спасибо огромное за поздравления. Теперь переходим к огромнейшему на самом деле стандартно проходному маленькому патчу, которых в последнее время довольно таки много в игре World of Tanks. Что же нас ждет в этом патче? Система взводов 2.0. Как громко это звучит? Что же это на самом деле? Вы просто можете найти себе взвод в ангаре. Выбрать параметр по которым вы хотите создать взвод, там уровень с микрофоном или без. И по дефолту звук микрофона сразу будет выключен, когда вы ищете взвод. Но я на тесте поискал и первое что я услышал, когда нашелся совзводный, это вопли детей. После чего я сразу взвод закрыл, понял что оно работает. Микрофон конечно же выключен, на самом деле нет. Короче оно там как-то работает, мне эта функция не сильно интересна. Также когда создаешь взвод, танки совзводных будут у вас в ангаре. Что тоже можно выключить или включить в настройках игры. Это вот одно такое нововведение в следующем патче, грандиозное. Следующее интересное нововведение это 3 микромодика, которые они позаимствовали из модов. Таймер автопочинки модулей в бою. Честно говоря вообще что это, зачем, непонятно. Это просто циферка которая показывает когда починится что-нибудь что сломалось в бою. Серьезно, 50 метров круг рентгена на миникарте вокруг вашего танчика. В 2020 году добавляют. Мне это вообще не надо. Ни одно, ни второе. И еще одно грандиозное запоминание выбора сервера. Если вы в какой-то сервер вошли, клиент такой, ага, значит он хочет на этом сервере играть. И в следующий раз вы тоже в него войдете. Балдеж. Это видимо как направлено на улучшение жизни людей внутри игры. Какие-то приятные мелочи. В целом мне лично это вообще ничего не надо. Если мою жизнь внутри игры разработчики хотели бы улучшить, то я вот скажу что мне нужно в игре. Свободная камера в реплеях. Огромное количество людей делают видосы и стримы по танчикам. 10 лет я скачиваю один и тот же малюпусенький файлик с левого сайта. Вставляю его в игру, чтобы в реплеях у меня камера летала по карте и я мог снимать видосы так как хочу. Но разработчикам видимо не до этого. Чтобы один и тот же одинаковый файлик, который не меняется 200 лет, засунуть в игру, чтобы там он был и все. Сложно. Лампочки засвета в ушах команды очень облегчают понимание происходящего в бою, чтобы сразу контролировать весь бой на всей карте. Тоже такого я не вижу. Ну и третье. Было бы неплохо в ангаре увидеть коллижен модели танчиков, чтобы изучать броню. Поскольку понаделали кучу танков без уязвимых зон, понять сразу куда им стрелять очень сложно. Вот три вещи, которые нужны лично мне. Но этого как не было годами, так и нету вообще и видимо не скоро будет. Также немножко доработали жетоны, которые у меня отключены с первого дня, как они появились. Не понимаю жетоны и видимо не пойму. Добавили как обычно пачку камуфляжиков. В принципе по изменениям в этом патче все, кроме новой ветки итальянских тяжей. Новый барабан там, вся вот эта система доработанной доработки, доработанных барабанов. Все вот это как надо, как полагается. Балдеж. Какие же они странные итальянцы тяжелые, по внешнему виду. Пушки такие длинные, как будто бы им требуется прям достать до врага, чтобы пробить. Таких длинных стволов я не видел вообще во всей игре. Немецкая вот эта вот уточка длинная отдыхает. Тут такие трубы здоровенные, я прям не знаю. Ну да бог с ним. В целом, эта ветка начинается на 7 левеле и заканчивается на 10. Что она из себя представляет? С 8 по 10 уровень барабанные пушки. На 7 левеле обычная. Это ветка тяжелых танчиков. На 7 левеле проблемы с динамикой. Да и в принципе все. Орудие вроде как по параметрам норм. Какая-то броня-то в ЛД есть. Лоб башни, ну такое себе. Я думаю пройти и забыть можно. На 8 левеле. Неплохая уже динамика, как для тяжа. Неплохая броня во лбу башни, но есть лючок, который легко пробивается. Но он маленький. Но попасть в него в принципе можно. Если ромбики выставлять и вас пробьют, там боеукладка сразу в борту. Неприятно. Корпус такое себе. Пробития достаточно. Но в целом это какая-то жирная стэшка. Которая вроде бы и тяж. Но как на тяже на нем сыграть будет не так уж и легко. Лбом башни он восьмерки без голды держит. По крайней мере на тесте. Нормальный танк. С имбочками 8 уровня. Конкуренции он не выдержит. Но где-то посерединке, может быть чуть выше. Он хорошо так сядет. Жопа не сгорит, когда его будешь качать. Да истоковая пушка с пробитием нормально. Девятка мне понравилась больше всего по параметрам. Крепкая башня, лючков на голове там не найти. Пробитие хорошее, альфа нормальная, все хорошо. Немножко он не такой скоростной как восьмой уровень. Но в целом неплохо. По динамике, по орудию и по броне в башне. Девятка мне больше всего понравилась. Десятка непонятная. Выглядит конечно такое себе на любителя. Да не все какие-то стрёмненькие. Точность великолепная. Стабилизация ну такая. Средненькая у всей ветки. Не сказать, что она плохая, но в принципе пойдет. Пробитие основным снарядом хорошее. Голдой ну такое. На гра не пойдет. И альфа 490. Вот альфа немаленькая. Ну и кд тоже долговатая. Перед каждым снарядом придется долго ждать. И между снарядами 4 секунды. А у всей ветки между снарядами 3 секунды. На десятке между снарядами долговато ждать. Башня вроде как крепкая. Но по коллижен модели пока непонятно. Есть ли там уязимые зоны. Враги пока что вообще не понимают куда их стрелять. В целом непонятный танк. Если у него нет уязимых зон в башне. То куда его будут пробивать восьмерки. Я даже не представляю. Как обычно все будут его засыпать фугасами. И ваша игра от башни. Которая вроде как кайфовая должна быть. Превратиться в поливание вас фугасика. В целом ветка вроде неплохая. Что то в ней есть интересное. Но честно говоря. Какой то любви пока эта ветка у меня не вызывает. Ни по внешнему виду. Ни по геймплею. Просто как то обычно нормально да и пойдет. Первое что всплывает. Когда видишь эту ветку. Может быть девятка понравится. Я на ней поиграю побольше. Вот такой вот патчик. В принципе в нем практически ничего нет. Народ с новым годом вас еще раз. С вами был Варчик. Горать красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok